привет друзья вы на канале проще простого сегодня будет обзор вот такого бюджетного вискаря гленсканова этикеточка такая простая желтая бутылочка простая круглая ничего такого выдающегося я не вижу почему именно в этой низкой бюджетной категории я сегодня делаю обзор это ниже среднего конечно категория линеечка такая бюджетная но почему именно да потому что друзья я всегда был противник чтобы виски где-то производили там в польше в россии где-то где-то кроме шотландии написано продукт из шотландии вот как видите но разлито она во франции либо сделано там я не знаю потому что по штрих-коду мы видим что это франция специально друзья не смотрел никакие отзывы ничего иногда виски за три копейки блин распишут что там лопатами букетами цветы мед и все такое блин уже не верю я в это глотнешь глоточек а там кроме сивухи ничего нет но дело даже не в том друзья почему именно францию взял именно чтобы была франция почему именно я противник был французских виски но если вы посмотрите мои обзоры которые раньше были вы увидите что я делал обзор вот на этот вискарек кстати тоже желтая этикеточка любят французы желтый цвет что виски вел пил мне один подписчик написал мне так понравилась его фраза вильям вильям пил вильям пьет вильям будет пить сразу ленин вспоминается и так предвзято относился тоже кстати франция как видите предвзято относился но взял попробовать он практически в той же ценовой категории вот этот вискарек стоит но чуть-чуть подороже но это не считается и попробовал друзья и вы знаете я просто удивился абсолютно мягкий приятный вискарь ничего против него абсолютно я не имею не все золото что блестит друзья из-за этого взял именно этот вискарь я не знаю абсолютно глинт сканлан но сейчас я его попробую посмотрим друзья и так без всяких дозаторов это радует а то ладно не будем томить цвет как видите обычный классический там пишут есть и сахарный колер виски этот купажированный естественно не односолодовый ну посмотрим что нам день грядущий готовит и так по ножкам ничего этого я уже не буду никому эти ножки никуда не упираются друзья почему-то раньше да я сам делал обзор по этим ножкам короче напиток должен быть питким не спиртуозным хорошая должна быть органолептика я считаю и послевкусие вот это самые главные аргументы нету кому интересно конечно смотрите ножки есть прекрасный о чем это говорит что и крепость и плотность тут соответствует нормально хотя и вине есть ножки и так по запаху друзья ну ничего такого шедеврального я по запаху не чувствую вот таламур вискарь и вот этот вискарь немножко отдавали яблочком таким здесь я этого не чувствую нет есть классический запах вискаря очень слабый слабый но может это и хорошо потому что такой классический торфяной запах вискаря он не всем идет не всем заходит мне такой вискарь даже односоловый односоловый да вы не сильно заходит но вот сейчас посмотрим что из себя представляет этот вискарь что то что то есть какими-то какими-то носочками отдает ну да ладно попробуем знаете этот вискарь выдержкой не менее трех лет но я бы на троечку ему и конечно и поставил оценку вкус такой все-таки классического виски есть тут но франция в этот раз подкачала вот этот виски на порог лучше чем этот и так ну никакого не букета ну спиртуозность есть причем спиртуозность здесь больше чем в том виске в общем хороший вискарь друзья практически не закусывают этот охота закусить лимончиком и так вердикт друзья как всегда некоторая водка пьется гораздо мягче и приятней и легче брать или не брать это конечно вам решать но если накидаться самому в низкой ценовой категории можно и взять но я друзья за то чтобы взять за эту же сумму нормальную водку это будет наверное лучше и и так покупать с друзьями к друзьям идти или нет скорее всего нет чем да но собственно и все все что я хотел сказать по этому вискарику специально не смотрел ничего вот такой мой вердикт а согласиться или нет со мной это конечно ваше дело если кто-то что-то обнаружит в этом вискаре что-то новое какие-то нотки ну пожалуйста пишите может попробую еще раз что-то я может быть не распробовал но пока вот так спасибо друзья что зашли пока пока пишите ставьте лайки подписывайтесь ставьте дизлайки и все равно подписывайтесь пока пока